Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про экологию, тему довольно близкую людям, особенно по лету, когда многие вылезают на шашлыки, на природу, на грядки и, в общем-то, озабочиваются тем, что, вообще говоря, вокруг них в зеленом мире происходит. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните. Мы стараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Наталья Николаевна Афиногенова. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья Николаевна заместитель председателя комиссии по экологии, землепользованию и природопользованию, а также Галина Васильевна Рязанова. Добрый вечер. Здравствуйте. Галина Васильевна член комиссии по культуре, спорту и туризму. Ну что же, насколько мне известно, ваши комиссии довольно часто плотно работают, культура, экология, в общем, довольно близкие темы, если задуматься. И в том числе представители обеих комиссий работают в рамках рабочей группы под названием «Экология жизни». Мои коллеги в рамках информационных наших выпусков новостей довольно часто освещают деятельность этой рабочей группы. Но давайте вот для наших конкретно телезрителей нашей передачи сейчас еще раз озвучим главные тезисы. Что это за рабочая группа, почему ее решили создать и что она делает? Ну давай ты, наверное, тоже начни. Давайте. Ну, название рабочей группы не случайно «Экология жизни», потому что, по сути, экология – это наука, которая объединяет, изучает взаимодействие человека и природы. Но в рамках современной цивилизации есть действительно уже экология стиля жизни, экология взаимоотношений. То есть этот термин уже распространился на многие сферы человеческой жизни. И в свете этого мы решили создать эту группу, назвав ее «Экология жизни». То есть это, получается, взаимодействие экологии с культурой, взаимодействие с историей, взаимодействие с патриотизмом. То есть всевозможные темы, которые можно будет объять и, естественно, затрагивать тему природы. Соответственно, вот у нас такой проект сходился. Ну, довольно амбициозно звучит, если, тем не менее, по деталям конкретно пройтись. А конкретно, я думаю, что все-таки раз экология, то, простите за примитивную оценку, значит что-то зеленое. Правильно, значит что-то наши деревья, реки, леса, поля. Словом, наша экология. Расскажите, я так понимаю, у вас ведь есть какие-то конкретные проекты, которые решили именно совместно силами нескольких комиссий реализовывать. Правильно? Ну, тут даже не совместно с несколькими, а в принципе участвуют многие люди, как бы даже с других комиссий нам помогают. У нас сложилось то, что, правильно Наташа сказала, что экология жизни нас затрагивает в общем. То есть мы живем, ходим по земле, это тоже экология. То есть, по сути, наша жизнь, это и есть экология. И всем бы нам хотелось жить в красивых местах, видеть красивые вещи, как бы. Поэтому мы решили сделать два таких проекта. Первая зеленая тропа и пройтись по нашему таким животрепещущему ПТ. Это особо охраняемые природные территории, которых немало в Одинцовском районе. Показать людям и посмотреть, в каком состоянии они находятся на данный момент. То есть, опять же, красоту, мусор и вот эти все антропогенные вещи, которые мы как бы увидели, пройдя, поучаствовав в нескольких трекинг-тропах. А если можно, немножечко давайте раскроем эту тему трекинг-тропы. Такой термин вы используете? Что это такое? Да, трекинг-это пешеходные тропы. То есть, когда начинали мы вообще наш проект, зеленая тропа, то есть, мы сделали небольшой уклон на вело-тропы, но пригласили даже ребят Часовское братство, вело-братство, которые сотрудничают с общественной палатой. И они начали выезжать по ОПТ, правильно я говорю? По природным объектам. Да, но столкнулись с тем, что все-таки не в таком хорошем состоянии наши ОПТ и местные, и областные. И сами велосипедисты как бы сказали, что пока проезжать и смотреть в каком состоянии, все-таки лучше пешим ходом. А изначально идея была в том, чтобы они, когда приедут на непосредственно территорию, что делали? Они именно как инспекторы выступают независимые общественные? Да, у них, да, несколько было задач, вот, наше правильно хотел сказать, что по проекту, что так как мы были в Минэкологии, то есть, у нас очень интенсивные, то есть, как мы сформировались, у нас прям практически очень быстро пошло развитие, и мы поняли, что это животрепещущая тема, всем интересно. Вот, то есть, было интересно, что с 90-х годов, потому что все работы, которых проводились по, то есть, по мониторингу, по живут ли цапли там или уже улетели, то есть, это вот проведены были в 90-е годы. Вы знаете, тема вот этого вот белого пятна, своего рода, вот этих вот 90-х годов, начала нулевых, когда вообще мы странно делались ли, что какие-либо шаги по отношению к экологии, довольно интересная животрепещущая тема, мы сейчас к ней вернемся, скоро предлагаю принять звоночек от нашего телевизорителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, да, слушаем. Здравствуйте, я только что сейчас вам телефон говорила, вы сказали, будете сейчас разговаривать со мной. Да, мы прямо сейчас с вами разговариваем без телефона. Давайте, расскажите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Тараса Вера Павловна, я вам говорила, проживаю в Горлово, 30, квартира 245, город Алицово. Я инвалид, заслуженный работник, преподаватель, больной человек, вы представляете, мне 80 лет, сосед делает на дому, открыл бизнес, делает работу день и ночь. У него музыкальный центр, и потом он сделал как-то автоматически, крутится ночью, всю ночь он работает, день и ночь, изо дня в день. И ночью у него, он автоматически сделанно, крутится и крутится без перерыва до утра. И с утра опять целый день. Он нигде не работает, вот этим занимается. В полицию я обращалась, конечно. В полицию приезжали, они делали регистрацию, регистрировали. Я у начальника была на приеме. Начальник мне ни в чем не помог. Участкового я написала заявление еще в феврале месяце. Сказали, придет. Вот так человек лежит, с февраля месяца участковый ни разу даже не пришел. Я, кажется, понял ситуацию. Смотрите, ну, разумеется, это работа полицией, потому что, так как вы в данном случае описали ситуацию, это на хулиганство. Похоже бы, того, и, конечно же, полиция должна заниматься этим вопросом. Я предлагаю следующий вариант. Уверен, что комиссия, которая занимается правопорядком, вообще вот этими правоохранительными вопросами, очень заинтересуется данной историей. Мы обязательно ваши контактные данные и телефон им передадим. Они свяжутся как с вами, так и с вашим участковым. И вместе вы постарайтесь в данной ситуации разобраться. Спасибо большое за звонок. Ну что ж, давайте к вашей более мирной, да, экологической теме пока вернемся. Вы рассказывали о том, как у вас и пешеходы, и велосипедисты катались, и пытались понять вообще, что у нас с лесами, морями, условно говоря, нашего Одинцовского района. Ну и что же они увидели? Вы говорите, что там в сложном состоянии что-то находится. Что именно? Давайте я прощу. Давайте. Значит, как сказала Галина, опыты Одинцовского района создавались еще, в принципе, во времена Советского Союза. То есть где-то 80-е, 90-е годы. И, соответственно, был такой период межевремени, где-то с перестройки до 2000-х годов и дальше, когда они, ну, фактически они подлежат особому уходу и охране, а этого ничего не было. То есть они в достаточно запущенном состоянии были. Вот. И на текущий момент даже Министерство экологии выявило такую проблему, что ОПТ по всей области вообще не стояли на кадастре. Поставил задачу о том, чтобы все-таки поставить на кадастре все территории, желательно с соблюдением старых границ, а может быть даже с добавлением новых границ этих ОПТ. Вот. И, соответственно, мы поставили свою цель промониторить экологическое состояние этих территорий именно на наличие ветровалов, буреломов, короедника, сброса мусора на территории, нарушений там туристического органа, кострич и так далее. Я так понимаю, у вас результаты немаленькие получились. У нас глобальные, да. Давайте прямо еще один звоночек расскажем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню с лесного городка. Я вот вчера выходила гулять, я обычно выхожу по вечерам, хоть, правда, у нас ни дорог, ничего нету для прогулки по вечерам. Запах газа, невозможно ходить. Я не знаю, откуда этот запах. Запах газа уже несколько дней в лесном городке. Непосредственно газовый, вы имеете в виду, вот газ, да? Не автомобильный, а газ. Именно газа, запах газа, как будто радоновый газ. Послушайте, ну это же опасная ситуация. А вы сообщали куда-нибудь? Возможно, там прорыв магистрали у вас или еще что-нибудь. Никуда не сообщала, просто гуляла, она всю ночь этот запах шел. Через окошко окно нельзя было открыть. Ой, наверное, кроме меня еще сообщат люди. Я думаю, слушайте, вам надо, во-первых, газовикам обязательно, причем прямо сейчас, в полицию и газовикам. Ну это мое чисто гражданское мнение. Я, конечно, в общественную палату передам ваше заявление обязательно. Просто вы поймите, пока не буду сейчас звонить, опять же, тем же самым службам экстренным, пройдет там сутки-двое. А если это действительно какая-то ситуация, связанная с утечкой газа, я думаю, что этот вопрос нужно оперативно, немедленно решать. Так что мой вам совет, немедленно, прямо сейчас звоните непосредственно экстренным службам, газовикам, полиции, обязательно звоните, спрашивайте, что и как. Наша служба 112, как раз у нас работает уже некоторое время. Уверен, в 112 вам как раз-таки должны и подсказать, что делать, и связать, с кем нужно. Да и самим им наверняка будет интересно и важно этим вопросом заняться. Спасибо за звонок. Ну что же, давайте вернемся к нашей теме со второй попытки. Наконец-то даже уже в третьей, наверное, попытаемся понять, что не так у нас с лесами. Вы говорили, что там целый ряд у вас, в общем-то, был проблем, которые вы, так скажем, инспектировали. Прямо по всем этим вопросам, что вы перечисляли действительно сложности, правильно? Ну мы сейчас находимся, так скажем, еще на стартовом этапе, потому что проект «Зеленая тропа», он будет длиться до конца 2016 года и перейдет на 2017 год, объявленный в России годом экологии, годом ООПТ. То есть мы как раз вот в ротации находимся. Речь о том, что наши велосипедисты, когда поехали в свои первые поездки, они столкнулись с тем, что реально леса завалены буреломом, валежником. То есть, в принципе, организовать какое-то просто движение, вот такое интенсивное, непрерывное, невозможно, потому что где-то лук, а где-то вот попадаешь в кусок леса, и там получаются сплошные завалы, то есть неухоженные леса. В связи с чем мы и решили перейти вот на новый формат трекинга, то есть как бы пешим человек, он, в общем-то, может любую щель пролезть. Более мобильную, да. Дерево под деревом пролезть. Я понимаю, горные велосипеды не всегда помогают. К сожалению, да. Да, как показала практика. Да, в Одинцовских лесах. Принимем еще один звоночек и продолжим наш виседом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день, меня зовут Евгений. Я всю жизнь живу в городе Одинцово, мне 9 лет. Я живу на втором заводе, район ДК, Союзная улица. Я смотрю то, что наша Одинцово разделяет железную дорогу. Там, где ЗАГС, развивается шикарно. То, что касается второго завода, развития нет никакого. Ни инфраструктуры, ни парков, ни тому подобное. Что нам ждать дальше? Спасибо за звонок. Насколько мне, опять же, известно, конечно же, у городских и районных властей, а это вопрос районной, как никак важности, потому что Одинцово – это столица Одинцовского района, имеется, конечно же, всегда план и застройки города, и развития отдельных участков. Не могу сказать, что я вот прям лично, своими глазами видел, что второй завод собираются превратить в город-сад через две недели, условно говоря. Но уверен, что такие планы в плане развития, конечно же, имеются. Я предлагаю следующий вариант. Мы вас свяжем с комиссией, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Она у нас не только занимается курированием каких-то там проблемных вопросов, типа застройщика, например, который не исполняет свои обязательства, но и доносит, по крайней мере, пытается донести до властей, до архитекторов нашего района, какие-то реально важные, интересные концепции. Причем многие концепции, которые они доносят, это как раз-таки видение жителей. То, как жители хотят, чтобы их улицы, их районы, их города развивались. Мы ваши контактные данные им передадим, вы с ними свяжетесь и постарайтесь вместе вот этот данный вопрос утрести. Я, в принципе, предполагаю, что наверняка они даже в чем-то вас успокоят, потому что по поводу второго завода я знаю, что там, на самом деле, это не заброшенное место, о нем постоянно говорят, и туда наверняка собираются делать вливание ресурсов и сил и времени. Спасибо за ваш звонок. Ну что же, наши леса, тем не менее, несмотря на какие-то инициативы властей, жителей и так далее, это то, что действительно иногда, не всегда, но иногда вызывает опасения. Если говорить о проектах, которые вы в рамках этого трекинга реализуете, то есть ли какие-то варианты, как эти проблемы разрешить, чтобы велосипедистов туда на горных велосипедах и даже городских проехать могли и люди прошли бы? Мы намерены все это наносить на интерактивные карты, то есть создать такую базу, проблемную базу, и эти все документы передать в руки нашей администрации районной и Министерству экологии области. То есть они нас поддержали, они очень заинтересованы в нашем проекте и готовы оказать посильную поддержку. И, конечно, хотелось бы сказать, что позитив в том, что наша природа Одинцовского края действительно уникальна, и хотелось бы, чтобы вот эти в итоге ОПТ расцвели, чтобы их можно было красиво фотографировать, показывать туристам, и вследствие этого, наверное, рассказать о втором проекте, который связан с фотографией. А если можно, один вопросик по поводу ОПТ. Они являются исключительно, то есть, ну, несут исключительно вот зеленую, да, функцию, или в них теоретически со временем могут сделать какие-то, условно, скажем, лыжи, роллерные трассы наподобие лазутинки, какие-то парки отдыха и так далее, или это абсолютно экологическая зона для погуляния, для природы и так далее? Ну, это исходит из названия особо охраняемая территория. То есть, это территория, на которой в свое время были обнаружены краснокнижные виды растений и животных, да, которые, например, даже в области... То есть, такие вырубки там не могут проходить? Нет, там совершенно невозможно проводить какие-то, ну, стандартные вырубки сплошные, вот, и так далее. То есть, это особо охраняемые территории, как бы они охраняются законом, и, соответственно, сейчас хотелось бы привести их в несколько вот такой надлежащий вид, и потом в дальнейшем, конечно же, возможно, это будет открыто для туризма, экологического туризма, и, конечно, без глобального развития лыжи-роллерных трассных территорий. Да, можно я, как бы, Наташа немножечко... А давайте мы еще одного нашего зрителя послушаем и вернемся к тебе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос, наверное, такого порядка. Вот в городе Одинцово, улица Баковская, дом 1, дом 3, находится фабрика по изготовлению дверей. Вот на территории ее, видать, находится котельня, не знаю, официальная, неофициальная, но жители улицы вокзальной постоянно видят, как только солнце скрывается, по ночам выбросы идут, а то и днем. Я лично обращался в Роспотребнадзор города Одинцово в прошлом году, в сентябре. Выслушали, и ничего не делается. И вообще с этой зоной надо что-то предпринимать. До Кремля 15 километров напрямую, а тут в открытую жгут. Черный дым валит. А дым, кстати говоря, какой? То есть действительно он зловодный какой-то? Чувствуете, что абсолютно никакого там экологически чистого продукта быть не может? Конечно. Вот, например, сегодня, например, утром, 5 часов утра, хотел открыть проветрить квартиру. Невозможно гарь стоит. А почему? А потому что вот сейчас где-то около 21 часа солнце уже скрывается. Вот в пределах 22 начинаешь сжигать. Через трубы вот эти трубы идут, и черный дым. 5-10 минут жгут, потом перерыв. Через полчаса опять повторяют. Спасибо вам огромное за информацию. Если действительно все обстоит так, как вы сейчас рассказали, этим, конечно, надо заниматься. Потому что тут, кстати говоря, вопросы экологии и многого другого. Спасибо за звонок, Наталья. Можно вот такой вам, Николай, вопрос по поводу как раз-таки вот таких котельных незаконных, предположим, да, если действительно наш телезритель абсолютно прав. Это ваш вопрос или это какая-то другая комиссия занимается? Конечно, это комиссия экологии. Но это не котельная, это просто сжигание идет остатков каких-то производств. Ну, сложно сказать. Вы слышали звонок, сложно сейчас сказать так сходу. Что планируете предпринять? Я так понимаю, мы сейчас прямо после эфира сразу передадим вам контактные данные. Будете как-то выезжать, рейд организовывать на месте? Ну, первым делом мы созвонимся с заявителем и узнаем результаты ответов на письма, на заявки, которые он отправлял, собственно, в ответственное ведомство. Потом, естественно, мы должны будем сделать фотофиксацию. То есть мы же не можем обвинять предприятие, если у нас нет никаких доказательств. А потом уже обратимся напрямую в эко-надзор нашего района. Ну, чудесно. Тогда продолжим пока снова про наши леса несчастные. Я так понимаю, Галина Васильевна, вы хотели про второй проект рассказать, дополнить Наталью. Нет, я бы немножко добавить по поводу, да, что вы задали вопрос по поводу, в каком состоянии находится. Вот у нас последний трекинг был, да, пеший. Мы прошлись по Симе. У нас есть такое замечательное место, болото, которое имеет станцию МГУ. Так я хочу сказать, что там, в принципе, уже есть тропы, созданные сотрудниками МГУ и неравнодушными людьми, которые уже сделали по болоту такую круговую тропу. Поэтому не все так плохо. То есть мы, как бы, были очень в том месте, как бы, обрадованы, приятно удивлены. Но в данном случае, я так понимаю, это инициатива исключительно гражданская или частная, правильно? Ну, там, как бы, детки делали, как бы, своими силами и за свои денежки, как бы. Ну, в смысле, преподавателям МГУ, со студентами, волонтерами. Но, повторяю, это, получается, их исключительно частная инициатива. Совершенно верно. То есть те, кто должен по-хорошему был этим заниматься, да, уполномоченные какие-то органы, это не их заслуга в данном случае. А вообще говоря, кто подобными территориями занимается, кто их обслуживает, мониторит ситуацию и так далее? Ну, они, я так понимаю, сейчас находятся именно под Министерством экологии. То есть они ставят их на кадастры. И почему Минэкология заинтересовалась вот этим проектом, что им интересно, что сейчас на самом деле происходит там. Потому что территории очень большие, и им, как бы, нужна любая помощь, в том числе и общественная. И я бы хотела даже обратиться к людям, которые хотели бы поучаствовать в нашем проекте. То есть мы, да, Наташа, приглашаем людей, которые тоже бы хотели пройти и увидеть, и зафиксировать, или, может быть, как-то вот эти тропы... Ну да, пока только не с целью экскурсии, а вот именно, может быть, даже в автономном порядке. То есть мы можем называть какие-то территории, обозначать границы, или примерно вот тропы, которые желательно обсмотреть. То есть некоторые группы граждан... Я вас понял. Буквально через пару минут продолжим нашу беседу и примем еще один звоночек. Сегодня аншлаг. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Тему второго завода хочу продолжить. Каждую весну во время субботников убираются мешки мусора. Вот в лесочке парковая зона, которая ведет к коттеджному поселку, в деревне Глазинино. И эти мешки... Ой-ой-ой. Вы нам перезвоните. Наверняка. Потому что я так чувствую, там что-то очень интересное. Просто так люди не рассказывают о том, что не проходят субботники. Перезвоните, пожалуйста. Мы вас сейчас подключим и эту тему еще раз обсудим. Итак, фотоконкурс, который проводит общественная палата, он уже некоторое время проходит. Если не бойся, там больше месяца. С 11 июля, да, вот по 15 ноября. Как успехи? Успехи. Вы знаете, я была поражена уже около 35 человек, которые откликнулись и прислали свои фотографии. Причем, что меня радует, это люди разного возраста. То есть и детки присылают, и пожилые люди. То есть как бы вот эта тема близка людям, которые неравнодушно относятся к местам, где они проживают. То есть к своей малой родине. Ты расскажи вообще суть проекта. Что они фотографируют? Да, то есть у нас, в принципе, почему этот конкурс зародился и почему мы его проводим? Очень бы хотелось обратиться к людям, чтобы присылали красивые места Одинцовского района. Потому что, когда мы начали запускать этот проект, многие люди нам говорили, что в Одинцово фотографировать нечего. То есть вот, да, у нас что-то плохое, какие-то свалки. Но так как я сама проживаю в Одинцовском районе и вижу всю красоту, ну, правда, в Ершовском поселении, которое самое большое и лесное. Но вот хотелось бы, чтобы люди все-таки не только негативные видели, но и красивые. И это как бы фотографировали, и чтобы это вот осталось как память. А когда у вас результаты этого конкурса будут? 15 ноября. Ну, 15 ноября мы к этой темке еще раз вернемся. На сегодня, Галина Васильевна, спасибо, что вы к нам приезжали. Тема довольно интересная. И уверен, что, конечно, в нашем районе очень много и зеленых, и даже в городах тоже не зеленых зон, которые фотографировать, смотреть, наслаждаться которыми очень и очень любопытно. Спасибо, что приезжали. Уважаемые телезрители, мы сейчас тем временем продолжим нашу тему. Очень хорошо, что наши гости вспомнили про детей. Дети к экологической теме всегда довольно открытые, с большим энтузиазмом к ней подходят. И не так давно у нас как раз-таки было мероприятие, организованное общественной палатой нашего района, которое было посвящено детям, которым нужно особое внимание. Сейчас вы посмотрите сюжет, в котором с подробностями вас познакомит Мария Шматкова. Общественники проводят большую работу по помощи детям с особенностями и ребятам из малообеспеченных семей. О том, чтобы отправить их в настоящее экологическое путешествие, члены палаты мечтали давно. Благодаря спонсорам идеи удалось воплотить в реальность. 12 мальчишек и девчонок отправились на праздник. Поддержку в организации поездки оказала компания «Тека-сервис». Хочется выразить огромную благодарность спонсорам этого мероприятия. Это Александру Меркулову, управляющему аттракционом «Аква-Иллюзион». Также Алексею Голубеву из парка «Веселые джунгли» и компании «Тека-сервис», которая помогла нам с организацией автобуса на мероприятие и проспонсировала также праздничный обед деткам. Руководители аттракционов «Аква-Иллюзион» и парка развлечений «Веселые джунгли» подготовили для детей интересную программу. Юные экологи узнали о том, как из вредителя природы стать ее спасателем. Ребята посетили искусственные водопады, увидели уникальное световое шоу, после чего путешественники отправились в «Веселые джунгли». Отвесные скалы, пиратское логово, сети, ловушки, вулкан – со всеми испытаниями. Они успешно справились. Надеюсь, нашим посетителям понравилось наше заведение, им было весело и здорово. Не мне об этом, конечно, судить. И в дальнейшем мы планируем работать в этом направлении. В завершении путешествия организаторы пригласили детей на праздничный обед. Ребята с удовольствием принялись за угощение и активно обсуждали увиденное. Надеюсь, это наша не последняя совместная акция с общественной палатой Одинцовского района. Будем рады видеть вас снова, а также в преддверии 1 сентября, начала учебного года. Приходите, будем вас ждать. Это был насыщенный день. Дети немного утомились, но это была приятная усталость от впечатлений, информации и позитивных эмоций. Такую акцию общественники проводят впервые. В этот раз в путешествие отправились всего 12 детей. Организаторы уверены, что это только начало. И еще многие дети, которые нуждаются в помощи и внимании взрослых, обязательно побывают в сказочной стране развлечений. Ну что же, вот такое чудесное мероприятие не так давно прошло у нас в Подмосковье. Тем временем давайте поприветствуем еще одного гостя нашей студии, Ольга Георгиевна Лемарова. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Георгиевна, начальник управления, который занимается делами несовершеннолетних и защитой их прав. Ольга Георгиевна, я так понимаю, что подобные мероприятия действительно довольно важны для детей определенных социальных уровней, определенного воспитания и так далее. Но тем не менее, почему вот решили именно этих ребят на этот раз порадовать? Станислав, во-первых, я хотела бы слова благодарности прежде всего адресовать Общественной Палате лично Наталье Анфиногеновой и Галине Рязановой за то, что нас впервые, вот Общественная Палата, пригласила поучаствовать в такой программе. Это очень было приятно, несмотря на то, что летнее время, но не все дети могут позволить себе поехать в парк аттракционов, например, правильно? А детки из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, тем более. Мы очень быстро, совместно с Юлией Ивановной Анисимовой, то есть начальником отдела по делам несовершеннолетних управления внутренних дел, быстро собрали вот такую команду. Поговорили с родителями. С родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, тоже очень сложно разговаривать. Мы не знаем, что это. Это в первый раз, конечно, сопровождающие должны быть, да, сопровождающие этих детей. Просто так же не поедут детки сами. Ну и удалось нам в результате того, что сложились очень теплые, дружественные, рабочие отношения со всеми органами системы профилактики, вот таких деток собрать. Ольга Георгиевна, я вас на минуточку перебью. Давайте звоночек еще один примем. Мы же говорим с нашим зрителем, мы продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. 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 Да, слушаю вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-либо данных по поводу строительства жилого дома в области маршала Жукова, 23А? А, какие вас данные интересуют? Ну, вы знаете, напротив здания администрации в самом центре города стоят совершенно разрушенные два жилых дома, и между ними котлова. И это уже в течение нескольких лет. Так, а конкретно еще разок адрес, который вас интересует? Улица маршала Жукова, 23А. Ну, смотрите, комиссия по ЖКХ в любом случае знакома со всеми проблемными объектами и строящимися, и уже давно построенными, за которыми ненадлежащий уход. Словом, предлагаю следующий вариант. Мы вас свяживаем с комиссией, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Она вам все рассказывает. А если действительно где-то есть нарушение, если есть проблема, то она помогает вместе с властями эту проблему решить. Спасибо за звонок. Ну что же, Ольга Георгиевна, продолжим тему нашей вот этой прекрасной поездки, в которую попали ребятки наши. Ребятки были, я так понимаю, отобраны, да, потому что всего там, по-моему, 12 человек. 12 человек. Это дети, которые остались во время летних каникул дома, и которым предоставилась вот такая сказочная возможность, действительно. Вы знаете, Святослав, Наталья, уважаемые телезрители, когда на следующий день после поездки звонили сами дети, приходили детки, и родители звонили. От родителей такой категории нечасто получаешь слова благодарности. Но, тем не менее, дети попали в настоящую сказку. Им понравилось все. На самом деле, мы вот с вами вместе смотрели вот такой сюжет. Они уставшие, но довольные, приехали домой. Счастливые. Счастливые необыкновенно. Продумано было организаторами буквально все. От начала выезда до завершения его. И парк аттракционов, и сладкий стол, и подарки. Ну, то есть, детям просто повезло. Вот этим двенадцати. Поэтому мы думаем в комиссии с нашими сотрудниками, с управлением внутренних дел, с управлением образования, социальной защитой, что вот такие поездки будут чаще и чаще. И будете нас приглашать, ну, в общем-то, для участия во всех акциях. С удовольствием. Ну, смотрите, я же так понимаю, нужно, конечно, озвучивать тот факт, что попасть в трудную жизненную ситуацию, это не значит стать преступником и совершить преступление. Ну, в коем случае. Это люди, которым действительно где-то не повезло. Причем не где-то там, знаете, капитально уже по жизни раз и все. Просто у них такой период. И то, что у них, соответственно, имеются детишки, это обычные дети. И это обычные люди. Я думаю, здесь очень хорошо то, что вы сказали, что люди, которые в этой ситуации находятся, вам звонили и благодарили. А в чем бы и нет? Обычные же люди. Конечно. Обычные люди, замечательные люди. Благодарные. А самое главное, дети замечательные. Как им все понравилось? Глаза горят, они готовы еще и выехать, и поучаствовать. Скажите, а есть ли подобные планы, вот какие-то такие акции, не обязательно именно по данной категории ребят, в дальнейшем проводить у общественной палаты и, соответственно, у наших районных властей? Ну, как вы уже сказали, это наш первый проект, слава богу, он удался с первого раза. Блин, о комом не было. Все в восторге, все рады. Конечно, отняло это уйму сил и, так скажем, личного времени. Но это все делалось ради вот этого восторга, который испытали в итоге все. И, конечно же, мы хотим продолжить подобные акции. Возможно, расширить количество детей, потому что мы просто пробовали на первый раз. И на человека этого было достаточно. И, конечно, хотелось бы поблагодарить организации, которые поспособствовали вот этому именно боготворительному продвижению мероприятия. То есть спонсировали обед, питание деток, пригласили их на свои аттракционы. Достаточно продолжительное время провели фактически экскурсию. И плюс мы еще добавили какой-то экологической информации по пути следования в автобусе деткам. То есть программа была действительно насыщенная, для детей, в принципе, новая. Потому что они так никогда глубоко и так волшебно не погружались. Потому что это было как бы игровое шоу и в то же время трансляция на нашу реальную жизнь, какой-то там природной темы. И, в общем, я считаю, проект, конечно, классный. Поэтому, дай бог, спонсоры нас будут поддерживать. Силы есть. Будем дружить. Да, обязательно. Будем дружить. Ольга Георгиевна, а есть ли какие-то вот вообще зоны соприкосновения у вас с общественниками нашего района, которые могли бы помочь в вашей работе так или иначе? Я хочу сказать, что нам общественники всегда помогали, помогают и, я думаю, что будут помогать. Это неравнодушные люди, которые помогают, оказывают помощь в сборе детей в школу. Не все родители могут затратить средства на покупку принадлежностей школьных. Естественно, дорого сейчас стоит. О чем говорить? Ольга Георгиевна, еще с одним телезрителем поговорим и продолжим беседу. Здравствуйте. Мы вас уже в прямом эфире. Здравствуйте. Маленький вопрос подзывят вам. Почему не ведется строительство нашего дома? Это нам складчики звонят. По улице маршала Жукова, 23А. Каждый в основном платит деньги, все мертвое стоит. А кто у вас за стройщик-то? Кто за стройщик Куладина? Ага. Ну, смотрите, я не скажу вам, почему не ведется. Зато я знаю, что общественная палата ЖКХ комиссия скажет точно, потому что как раз предыдущему нашему телезрителю я уже говорил. Общественная палата, которая занимается вопросами комиссии, которая занимается вопросами ЖКХ, все строительные сложные объекты у нас в районе знают. Даже не сомневайтесь в этом. Сейчас передаем ваши данные непосредственно в комиссию. Они с вами связываются. Вы рассказываете им ситуацию. Если раньше они о ней каким-то образом не знали, теперь будут знать. И за стройщик скоро об этом тоже узнает. Если это уже известный объект, значит, я вас уверяю, работа наверняка уже идет. Спасибо за звонок. Ну что же, продолжим нашу беседу. Вы рассказывали о том, что у нас как раз-таки есть реально зоны соприкосновения. С соприкосновения, конечно, с общественниками обязательно. А давно вы с ними уже, получается, так работаете? Насколько вот она полезна, эта работа? Да, очень полезна. Без общественников наша работа, ну, в общем-то, наверное, не может быть эффективной. Потому что мы получаем сигналы от обычных людей, от общественников о том, какая ситуация в семье, нужна ли помощь той или иной семье, той и другой. И, в общем-то, помогают нам выявить семьи, находящиеся в социально опасном положении. В общем-то, мы очень дружно работаем. Ну, будем надеяться, что когда в следующий раз мы с вами встретимся, у нас, конечно же, будет уже больше проектов совместных. Потому что власть и общество – это, конечно, две части неразделимы одного и того же целого. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили об экологических акциях, о социальных акциях. Словом, о довольно плотной работе наших районных общественников с тем, что у нас, опять же, в районе происходит. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложение – наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Или напрямую обращайтесь в общественную палату Денцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи. Или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова